МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Беспечность на дороге. В ГАИ проводят проверку по факту ДТП в Речице. А также на свальщикам зажимают гайки. В суд стало больше направляться материалов по фактам реализации некурительного табака. Достоверно и объективно о главных происшествиях недели. Оставайтесь на канале. В Гомельской области с начала этого года 9 тысяч детей получили травмы в БТУ. 9 несовершеннолетних жителей нашего региона погибли. Причины разные. Нарушение правил безопасности жизнедеятельности, дорожные трагедии, беспечность взрослых, суицид. Как рассказали в прокуратуре, рост случаев травматизма детей произошел во время летних каникул. Дети получали ожоги в результате неосторожного обращения с газовыми и электроприборами. Устраивали игры в опасных местах, в том числе на железной дороге. Выпадали из окон, тонули и становились жертвами безответственного поведения взрослых. По итогам 6 месяцев мы потеряли 9 детей. Начиная от дорожно-транспортных происшествий и заканчивая теми случаями, о которых я сказал. Поэтому состоялся такой взыскательный разговор на комиссии по делам несовершеннолетних. Буквально на прошлой неделе мы дали возможность высказаться и людям с мест. Потому что сегодня во многом зависит это от рядового учителя, от классного руководителя, от психолога, от работников МЧС и ГАИ, которые приходят в школы и учат наших деток, как вести себя на дорогах, как вести себя в других чрезвычайных ситуациях. В вопросе привлечения к ответственности за ставление детей в опасном положении прокуратура приняла решение действовать более жестко. Это касается случая в Речице, когда в результате игр с порохом дети получили серьезные ожоги тела. А также происшествия в Хойницком районе, когда ребенок пострадал из-за воспламенения керосина. Конечно же, прокуратура и органы уголовного преследования не могут быть безучастными к таким моментам, когда вот такая преступная беспечность со стороны родителей мы наблюдаем. Поэтому и в Речицком случае, и в Хойницком случае мы возбудили в отношении родителей уголовные дела за неосторожное причинение тяжких телесных повреждений, менее тяжких телесных повреждений. И я хочу сказать, мы принципиально реагируем на такие случаи, потому что, дабы другим не повадно было. Извините за такую банальную фразу, но не в этом главная цель, а все-таки предупредить и предотвратить вот эти несчастные случаи, которые мы наблюдаем. 25 августа в Гомельской области будет дан старт специальному комплексу мероприятий Министерства внутренних дел «Внимание, дети». Акция, которая продлится по 5 сентября, проводится в связи с окончанием летних каникул и началом учебного года. Целью является профилактика и предупреждение дорожных происшествий с участием детей. В дни проведения спецмероприятий движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар. Помимо технической стороны, сотрудники милиции, педагоги и родители объединят свои усилия по обеспечению безопасности детей. Запланирован ряд профилактических мероприятий. Организаторы разъяснят взрослым причины и возможные последствия ДТП с участием детей, напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних, ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также необходимости личного примера правильного и безопасного поведения на дороге. В рамках мероприятия всем водителям необходимо двигаться с ближним светом фар, а также быть особо внимательным при проезде пешеходных переходов, особенно тех, которые расположены вблизи школы. Также и маленьким участникам дорожного движения необходимо быть особо внимательным на дороге. Об этом должны позаботиться их родители. В Речице минувший четверг фура не поделила дорогу с микроавтобусом, водитель которого через три дня скончался в больнице. Около половины 12-го на перекрестке улиц Чапаева и Сытько произошло столкновение грузового автомобиля «Вольво» и микроавтобуса «Фольксваген». Звук от удара был таким громким, что его было слышно через два квартала, утверждают местные жители. Примерно в полночь 22-летний водитель, управляя автомобилем «Вольво», двигался по второстепенной дороге. При выезде на пересечении с главной дорогой не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген» под управлением мужчины 71-го года рождения. В результате происшествия водитель «Фольксваген» был доставлен в больницу, где 21-го числа от полученных травм скончался. На момент ДТП явных признаков алкогольного опьянения ни у одного из водителей обнаружено не было. По факту, в совершении ДТП с гибелью человека возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз. В Ветковском районе прошли тактико-специальные учения Гомельского гарнизона Министерства по чрезвычайным ситуациям. Спасатели впервые продемонстрировали мобильный пункт для работы в паводковый период. В этом году его приобрели в рамках проекта «Содействие развитию на местном уровне» в Республике Беларусь, который реализуется программой ООН. За ходом учений наблюдали наши корреспонденты. Жители деревни Поляновка свою деревню любят. Рядом сож и неповторимая природа. Но именно река в определенный период года создает сельчанам проблемы. Во время паводка вокруг деревни заливает все дороги. На лодках плавали, когда паводки были. Переплывали на старое село, туда на лодке. Когда заливая, пройти нигде нет. Раньше во время наводнения спасатели выставляли в Поляновке только пост. А теперь, благодаря проекту «Содействие развитию на местном уровне» в Республике Беларусь, здесь будет дислоцироваться специальный мобильный пункт. Если, конечно, разливы будут угрожать жизни деревни. Данный проект стал победителем и получил финансирование 11 тысяч евро. Почему был выбран этот проект? Потому что он направлен на территориально ориентированное развитие, на оказание помощи и поддержки людям, проживающим в малых населенных пунктах. Кстати, использовать мобильный пункт можно и не только для организации дежурств спасателей. Его хоть и приобрели только в этом году, но уже успели использовать для обучения сельского населения правилам безопасной жизнедеятельности. При необходимости пункт можно перевести в любую деревню. На его базе проводятся тренинги несовершеннолетних по действиям в нестандартных ситуациях, а также отработка действий спасателей. Согласно легенде, учений во время наводнения в Поляновке произошел пожар. В отрезанный от других населенных пунктов деревни на помощь пришли сотрудники МЧС. Несколько секунд на разведку, оценку обстановки и непосредственно спасение условно пострадавшего. Еще через считанные минуты ему окажут необходимую помощь и на лодке, которая также приобретена в рамках проекта. Вывезут на большую землю. В областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям говорят, что оснащение подразделений современными техническими средствами продолжится и дальше. Сейчас, например, реализуется проект по приобретению специальных автомобилей для устранения химических аварий. Кроме того, планируется приобрести еще несколько передвижных пунктов для работы во время наводнения в Полесских регионах. Два жутких случая наезда на людей сельхозтехники в период уборочной произошли в нашей области за прошедшую неделю. Оба происшествия закончились весьма печально. Подробности в материале наших корреспондентов. В понедельник, 21 августа, механик СУП Андреевка, 85-го года рождения, заступив в ночную смену примерно в 20.10, управляя погрузчиком «Амкадор», при выезде из агрогородка «Широкая» Будокошелевского района совершил наезд на 14-летнюю девочку. По предварительным данным следствия, водитель на погрузчике, не прошедшим техосмотр, около восьми вечера выехал с территории мехдвора сельхозпредприятия и направился в сторону молочно-товарной фермы. Предварительно установлено, что водитель, выезжая из агрогородка, заметил на проезжей части группу детей. Он попытался объехать их по обочине, однако, к сожалению, совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая скончалась на месте происшествия. Управлением Следственного комитета по Гомельской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека. Подозреваемый задержан. По уголовному делу назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинское и автотехнические. В ходе первоначального осмотра места происшествия предварительным исследованием технического состояния транспортного средства была установлена неисправность рабочей тормозной системы, которая могла послужить причиной дорожно-транспортного происшествия. Тремя днями ранее, вечером 18 августа, в Рогачевском районе, на поле вблизи агрогородка Заполье при уборке кукурузы носилось в жатку комбайна попал мужчина, 82-го года рождения. Попав в жатку работающего комбайна, мужчине оторвало руку, ногу, а также он получил другие травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. В настоящее время сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства случившегося. Назначено проведение экспертиз, которые дадут ответ, в том числе и на вопрос, в каком состоянии находился погибший местный житель в момент наезда на него комбайна. Предполагается, что механизатор физически не мог заметить человека, который по неизвестным пока причинам находился среди кукурузы высотой в несколько метров. В Гомеле за последние дни сотрудники МЧС принимали участие в ликвидации сразу нескольких пожаров в частных домовладениях. В одном из них погиб мужчина, житель деревни Чонки. Возгорание в частном кирпичном доме в поселке Чонки возникло в вечернее время. О пожаре в службу спасения сообщили соседи. По прибытию спасатели обнаружили, что дом охвачен открытым пламенем. Огонь был ликвидирован, причина возгорания устанавливается. В обстоятельствах разбирается следственно-оперативная группа. По прибытию спасателей к месту вызова происходило открытое горение кровли кирпичного домовладения. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы был обнаружен труп мужчины 1962 года рождения, который проживал один. А в Гомеле неизвестные подожгли дом. Одна из основных версий пожара на улице Целинной – занос постороннего источника воспламенения извне. Деревянный жилой дом был сильно поврежден огнем. Сгорели кровля, стены, мебель и вещи внутри постройки. Необходимо напомнить людям, что существует прибор, который называется автономный пожарный извещатель. Он способен оповести человека на ранней стадии возникновения пожара, о том, что происходит горение, и дать возможность человеку спастись. Сотрудники по наркоконтролю УВД Гомельского облсполкома плотнее взялись за реализаторов на свае. Процесс продажи снимается на скрытую камеру, впоследствии чего самих распространителей некурительной смеси легче привлекать к ответственности. Так, Гомеле, получив информацию о том, что вблизи озера по улице Каменщикова обосновался продавец зеленого дурмана, милиционеры смогли запечатлеть торговца и задержать его с поличным. Мужчина 1984 года рождения. Неделю назад приехал в гости к родне из Барановического района Брестской области. Посетив в один из дней город над Сожем, на свающих решил, что здесь можно открыть точку продаж. К выбору места подошел основательно. Работал в зеленой зоне за Прутковским рынком. Туда и приходили покупатели за товаром. Торговец прятал дозы с на сваем в разных местах, но продержалась бизнес-модель менее недели. Оперативники отследили не только сам процесс реализации некурительного табака, но и местонахождение заначек, которые представляли основной запас. Мужчина использовал для этого деревья и высокую траву прямо у водоема. В ходе личного обыска и отдельно лежащем пакете нашли 31 упакованную дозу по 25-30 грамм каждая. В отношении правонарушителя составлен протокол по части 2 статьи 16.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Всего в этом году из незаконного оборота выведено 240 килограммов на свая. В отношении лиц, занимающихся незаконным хранением и распространением запрещенного зелья, составлено 260 административных протоколов. 33 раза суд в отношении правонарушителей применял такую меру наказания, как административный арест. Это была программа «Де-факто». Берегите себя и своих близких. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин